Если меня слышно, то поставьте, пожалуйста, по десятибалльной шкале оценку этому видео, которое вы видели только что. Так, раз оценки идут, значит, меня слышно хорошо, да? И я хочу всех поздравить с пробуждением и пожелать всем чудесного дня. Пусть ваше утро будет бодрым и добрым. Доброе утро, друзья! Ю-ху! Смайлики в студию! Ребята, сегодня я хочу с вами немного вот так вот поговорить откровенно и по душам. Знаете, когда увидела вот эти картинки, вот они мне очень впечатлили. Когда нежные весенние листочки пробивают броню такого твердого асфальта. Далее, когда дерево рассекает, ну, практически такую небольшую скалу из семени, выбивается такая огромная сила, которая меня просто потрясает. Это воля к жизни, это желание жить, расти, развиваться, да, приносить плоды. Я думаю, это всегда всех впечатляет. Меня впечатляют и такие вот люди, которые, несмотря на свою, ну, скажем, физическую недостаточность, которые достигают каких-то огромных колоссальных результатов, будь то в спорте, будь то в какой-то творческой деятельности. Или, как все знают, известен нам Ник Вучич, который проповедник, известный всему миру, да, человек без рук и без ног. Вот для меня это очень большой стимул. Ребята, я всегда задумываюсь, ведь перед каждым из нас есть пути. И это те пути, когда мы выбираем быть нам активными, быть нам оптимистичными, насколько позитивно мы смотрим на жизнь, насколько мы принимаем на себя ответственность или мы кого-то виним. Вот выбор, он всегда зависит от нас самих. И есть такая всем известная притча, да, про бабочку, когда один путешественник, увидев бабочку, которая тщетно пытается выбраться из кокона, и он решил ей преждевременно помочь, он освободил ее из кокона. Но сила природы такова, что она специально заложила эти трудности для того, чтобы была сила воли к жизни, чтобы окрепли крылья, чтобы любое существо, для того, чтобы получить право жить на этом свете, чтобы оно вот сразу с рождения научилось добиваться этого, чтобы быть достойной этой жизни, к сожалению, бабочка погибла. Друзья, когда мы находим какие-то оправдания, нужно просто честно сказать себе, почему это ложь. Потому что когда мы перед кем-то оправдываемся, когда мы находим своим слабостям какие-то объяснения, то это не та позиция, не тот путь, по которому нам нужно идти. Да, так ведут себя дети, и оправдания, они всегда нас делают бедным, они делают нас всегда слабым. И каждый из нас может посмотреть, вот прошел год с того момента, как либо ни хрена не изменилось, либо вы чего-то достигли за этот год. В тех целях, которые вы писали, финансовые ли это цели, духовные ли эти цены, личностного роста цели, неважно. Но каждый может поставить себе оценку, насколько он добился тех целей, которые он писал в предыдущем году. Ну, вы даже можете поставить, если хотите себе оценки здесь, либо просто сами себе. И одна из причин, почему мы не получаем тех или иных желаемых результатов, это то, что мы постоянно ворчим, то, что мы жалуемся на жизнь. По словам мы, я, конечно, не имею в виду конкретно любого из вас. Я беру в целом. Так как мы часто видим, что кто-то жалуется, когда едет в транспорте, кто-то позвонил нам по телефону, начинается крушаться, вот все не так, правительство не такое, жизнь не такая, правители не такие, люди вокруг, соседи дураки, все вот не такие. И вот в это время мы должны помнить, что любая наша мысль материальна, что мы посылаем в эту жизнь, вот эту энергию мы и возвращаем сами к себе бумерангом. Вот эта картинка с ангелом явно об этом говорит. Когда он вдыхает и говорит, опять он то же самое заказывает. Жена не такая, коллеги, сволочи, погода опять мерзкая. Друзья, мы знаем, что у природы нет плохой погоды, да, и что у каждого человека есть свои плюсы и минусы любого из нас, и поэтому нужно принимать и жизнь, и людей такими, какие они есть. И что наш ангел на самом деле пытается нам сказать? Не останавливайтесь на достигнутом. Даже если весь мир тебе скажет, что ты не можешь этого, но ты должен знать, что Бог всегда верит в тебя, и Он говорит, ты это сможешь, ты это сделаешь. И вот с таким настроем нужно выходить в эту жизнь. Порой мы сами себе часто устанавливаем какие-то вот такие барьеры. Мы одеваем шоры на глаза, и вот эти границы нам мешают более широко увидеть мир, поверить в себя, поверить в то, что можно просто отправиться в кругосветное путешествие или в те страны, о которых вы давно мечтали. Жизнь пробивается нашими решениями, нашим стремлением и желанием жить, творить, развиваться. И вот так надо вытрягивать все дурные мысли, потому что мы знаем, ну самый большой грех, да, это даже в Библии написано, когда человек впадает в уныние. Поэтому нужно нести этому свету именно энергию свою, показывать своим примером, как можно добиваться чего-то в жизни. А ведь посмотрите, самоприрода нам это показывает, и муравейчик, он может поднять тяжесть в несколько раз больше его самого. Все в природе начинается с действия, с движения, с того, что нужно стремиться к цели. Вот такая вот интересная картинка, которая показывает, что любое существо, оно может достичь желаемой свободы, если на это будет его большое-большое желание. Ребята, во что мы вкладываем свое время, во что мы вкладываем свою энергию, то всегда дает рост. И у нас есть два выбора, а это именно взгляда на мир. Или окружить себя кучей дерьма, и все вокруг будет не так, и вы сами в этом испачкаетесь. Либо вы вокруг распространяете цветы и благоухание, распространяете позитив и все то доброе, что вселяет жизнь в людей, радость и надежду. И, конечно же, очень важно знать, что то, что мы в себя впитываем, такими мы становимся. Какие книги мы читаем, какие фильмы мы смотрим, с какими людьми мы проводим время, чем мы питаем свой ум, вот такими мы становимся. Это есть мы, потому что мозг – это очень, знаете, тонкая-тонкая материя. И очень важно выбирать себе правильное окружение. И каждый из нас может принять решение, какую здесь букву поставить. Е или О. Ребята, поставьте свою букву, пожалуйста. Посмотрите на этот кадр посередине и поставьте, пожалуйста, ту букву, которую вы выбрали себе. И во втором варианте, какую вы букву выбираете, Д или Ж. Бейся, правильно, потому что жизнь – это развитие, это рост, жизнь – это победа. И мы должны быть достигаторами своих целей. И, конечно же, надо не просто желать, а нужно действовать. Ребята, и еще очень важно верить в чудеса. У меня есть одно видео на канале YouTube, где написано, что «деньте розовые очки и никогда их не снимайте». Почему? Да потому что, когда вы верите в чудеса, они исполняются. И начать нужно с себя, потому что, ребята, каждый из нас – мы уже и есть чудо. И когда мы верим в себя, то мы, какие бы мы ни были маленькие, в глазах окружающих, как бы они там кто-то, может быть, в нас еще не верили. Но главное, как мы себя чувствуем. А мы себя чувствуем царем природы, да? Мы достигаторы, мы выполняем все свои цели, мы мощные и сильные, друзья. И вот на таком коротком сегодня утреннем кофе я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, что я вас взбодрила. И хочу вам пожелать активного, продуктивного дня. Сосредоточьтесь на своем будущем и цели. И придумайте себе тот жизненный девиз, который будет вас двигать мощно к вашим целям. Напишите этот девиз и на холодильник под магнитик, на все видные места. Вперед, друзья, пока-пока. С вами была Иванова Лариса. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok